Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Мы уже с вами поговорили о шкале обладания, мы поговорили с вами о том, каким образом ставить финансовые цели, что бывают высокоранговые, бывают низкоранговые цели. Давайте к высокоранговым целям я все-таки отношу инвестиции. Многие задают вопрос, Максим, что бы ты купил, как бы ты сформировал инвестиционный портфель. И в данном видео я поделюсь, на что бы лично я обратил внимание, если бы у меня стояла цель войти в 2024 год и в какой-то степени спать спокойно по поводу своего капитала. Во-первых, давайте признаем и заявим дисклеймер, что все, что сейчас будет сказано, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я не знаю вашего финансового состояния, я не знаю ваших горизонтов инвестирования. И все, что будет сказано, оно равнозначит тому, что оно сказано мною таким, какой я есть. Человек, которому сейчас 42 года. Человек, у которого пятеро детей. Человек, у которого есть, помимо детей, супруги, еще как минимум три человека на иждивение. Человек, который остается в России, который не собирается куда-либо эмигрировать. У которого закрытый вопрос финансовой безопасности. Подушка финансовой безопасности непосредственно имеется. И если бы у меня, соответственно, стояла задача ежемесячно отправлять там 10-20 процентов своего капитала на инвестиции, или бы я ждал какого-либо годового бонуса для того, чтобы можно было потратить его на высокоранговую цель, связанную с созданием капитала на будущее, то я бы в 2024 год входил бы со следующей структурой портфеля. Первые три истории, в них было бы размещено 60 процентов моего капитала. Это первое золото. Золото, которое покупается через фонд от ВИМ Инвестиции. Голд у него тикер. ВИМ Инвестиции смотрите, потому что по этому тикеру много что может находиться. То есть мы покупаем биржевой паевой инвестиционный фонд. Покупаем непосредственно золото. Покупаем больше на долгосрочную перспективу. И нужно понимать, что именно эта позиция в активе может какое-то время, особенно первый квартал, доставлять непосредственно дискомфорт. Чем может быть обусловлен дискомфорт? Тем, что может быть укрепление рубля. Соответственно, если рубль будет укрепляться, доллар будет снижаться, то в этом случае можем наблюдать такое обстоятельство, что цена данного фонда будет падать, и он может нам обеспечивать убыток. Убыток он нам будет обеспечивать до поры до времени. И поры до времени. Когда это произойдет, мы не знаем. Но это больше некий такой компенсационный механизм. В случае, если вдруг все-таки рубль начнет слабеть, доллар начнет расти, если все-таки в мировой глобальной экономике будет какая-то турбулентность, будет какая-то напряженность, золото всегда является неким таким надежным инструментом, который стабилизирует портфель. В цене золото будет стоять на месте, а доллар будет укрепляться, то, соответственно, за счет валютной переоценки у нас будет прибыль. Если золото еще будет расти в условиях турбулентности, у нас, соответственно, двойной доход. То есть, это компенсирующий механизм остального портфеля. Следующая часть портфеля, которая размещается в консервативные инструменты, размещается в фонд ликвидности. Неоднократно про него уже было сказано. Это LQDT. Это как раз таки то, что будет отлично компенсировать возможное укрепление рубля. Минус, который может нам нарисовать золото на фоне укрепления рубля. Это фонд, где вы будете в рублях, зарабатывать в районе 15% годовых. То есть, и это получается у вас штанга, которая компенсирует инвестиции непосредственно в золото. Ну и третьим инструментом это являются облигации федерального займа ОФЗ 262.18. Это облигации, как я уже сказал, федерального займа с погашением в 31 году. В чем суть этих инструментов? Суть этих инструментов заключается в том, что в ситуации, когда LQDT перестанет эффективно работать, а перестанет он эффективно работать, когда ЦБ начнет снижать процентную ставку. В этом случае стоимость ПАЯ будет снижаться, потому что там будет меньшая доходность. Эта история будет компенсирована тем, что облигации с фиксированным купоном начнут расти в цене и они будут перекрывать вам убыток. То есть получается, что у нас консервативные инструменты, они фактически защищают от валютных рисков, они защищают от инфляции и они друг друга компенсируют. Я не говорю, что мы здесь обретем какую-то сверх высокую норму прибыли. И речь не стоит о том, чтобы в 24 году зарабатывать как-то очень чрезмерно много. То есть я для себя считаю, что сейчас в условиях турбулентности все-таки иметь какую-то стабильную доходность, иметь взвешенный портфель, который компенсирует каждую из своих позиций в отдельности. Это консервативно, не стоит цель как-то агрессивно приумножить. В случае, если вдруг на рынке мы увидим коррекцию в пределах 20-30%, то в этот момент этот портфель позволит как раз таки купить упавшие активы по более привлекательной цене. Следующее это соответственно 40% капитала от 30 до 40. Я бы смотрел на то, чтобы покупать акции. И здесь опять же я сейчас буду называть конкретные имена. Я не буду давать развесовку. Я просто вам акцентирую внимание, почему именно эти инструменты интересны, потому что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но я бы очень внимательно посмотрел в их направлении. То есть первым таким инструментом, как я всегда говорю, люблю и у меня много данной бумаги в портфеле, это Сургутнефтегаз привилегированный. По-разному можно относиться к данной ценной бумаге. Но я считаю, что по итогам 2023 года курс доллара достаточно высокий. Кубышка у Сургутнефтегаза по-прежнему сохраняется. Месит некий домоклов меч, непонятно будет, выплата дивидендов не будет. Но в принципе, если будет согласована выплата дивидендов, можно получить 20% дивидендную доходность за счет валютной переоценки. Опять же хорошая история может быть, да, стратегии посмотреть, понаблюдать за этой бумагой в течение первого квартала. Потому что на фоне возможного укрепления рубля это может сказываться в том числе на акциях Сургутнефтегаза, что цена может скорректироваться. Но нужно просто понимать по состоянию на 31 декабря, каков будет курс валюты и приблизительно прикинуть, каков будет размер дивидендной доходности. Если в первом квартале до выплаты дивидендов бумага еще снизится в пределах 50%, то в принципе можно рассчитывать на дивдоходность в районе 23-24%. Хорошая история, которую можно долгосрочно включать в инвестпортфель. Опять же, долгосрочно я все-таки смотрю на то, что рубль будет ослабевать, а доллар будет расти. Сургут имеет право находиться в портфеле. Можно спекулировать, можно не спекулировать, можно долгосрочно купить, потому что в том числе в портфель мы включаем и другие бумаги, которые будут этот риск компенсировать. Итак, следующим претендентом на включение в портфель является акция компании Совкомфлота. Опять же, здесь много причин. В последнее время достаточно много я включаю данную компанию, покупаю в портфель своим детям. В проекте миллион долларов за 8 долларов в день. Присоединиться к проекту вы можете, пройдя по ссылке, посмотреть бесплатный мастер-класс, что это за проект, как он работает, какая доходность. В этом году, соответственно, доходность и у моих детей, и у людей, кто следует за мной, составила порядка 70% по итогам 2023 года. Как работает, что используется. Все это в бесплатном мастер-классе. Захотите присоединиться там же, на мастер-классе, рассказываю, каким образом. Поэтому вот здесь тоже могу сказать, что Совкомфлот включаю в портфеле. История — это развитие Северного морского пути, развитие логистики. Кто давно подписан на канал, знают мою историю, когда я говорил о том, что не за горами напряженность в районе Персидского залива, Суэцкий канал, Армузский пролив. Скорее всего, там, Соединенные Штаты Америки туда будут направлять дополнительные флоты. Кто-то тогда усмехался, крутил пальцем у виска, говорил, «Максим, о чем ты вообще говоришь? Давайте посмотрим, что происходит в настоящий момент». Обострение ситуации в секторе газа. Иран начинает летать беспилотники. Соответственно, усиливается группировка со стороны Соединенных Штатов Америки. И авианосная группа дополнительно направлена. Плюс начинают патрулирование. То, что наблюдаем. К чему это в итоге может привести? Это приводит к тому, что многие компании отказались от использования этого логистического канала. Сейчас, соответственно, British Petroleum отказалась от транспортировки нефти по этой территории. Многие компании контейнерные отказались от данного транспортного узла. Пошли в обход Африки. Ну, соответственно, Африка увеличивает расстояние в два раза по сравнению с Севмор путем. Поэтому долгосрочно, думаю, история может развиваться. Одним из бенефициаров является опять-таки Совкомфлот. Поэтому можно включать в инвестиционный портфель, опять-таки, долгосрочно. Плюс, опять-таки, все цены выставляются в условных единицах. То есть, услуги оплачиваются непосредственно в валюте. Третья компания, которую можно было рассмотреть на включение в портфель. Опять же, многие смотрят на цену. Говорят, она уже выросла. Смысла ее покупать нет. Я по-прежнему считаю, что имеет смысл покупать. Это акция компания Новотека. Новотек, опять же, причиной является обострение, логистическое обострение цепочек в Суэцком канале. В Панамском канале, соответственно, тоже происходят высокие температуры, обмеление озера, которое питает Суэцкий канал. Соответственно, там один-два газовых танкера только в месяц проходят. То есть, серьезно сокращаются объемы поставок. Здесь, получается, Новотек может направить продукцию в форме жиженного природного газа в любые страны танкерами. Плюс вот второй очереди завода по сжижению природного газа. С финансовыми показателями Новотека все достаточно хорошо. Поэтому те цены, которые мы видим сейчас, это не предел. Хорошая интересная история, у которой капитализация будет расти, можно смотреть на включение в инвестиционный портфель. Четвертая компания, которую можно было бы рассмотреть и надо рассматривать, это акции Сбербанк. Сбербанк привилегированный, я больше для себя рассматриваю. Опять, наверное, про Сбербанк многое объяснять не нужно. Многих пугает ситуация, связанная с ростом процентной ставки, что такие кредиты никто брать не будет. И в следующем году у Сбербанка может упасть маржа. Но, опять-таки, на мой взгляд, что мы в течение первого квартала увидим предел по повышению процентной ставки, а в дальнейшем будет снижение. И то, что делают сейчас банки, те операции, которые проводят банки. Я понимаю, да, то есть с этим можно спорить, с этим можно соглашаться, не соглашаться. Люди сами несут деньги на депозит, как ужаленные, да, то есть там ставки предлагают 15-16 процентов. Я прекрасно понимаю, где, на чем и как будут зарабатывать банки. И, ребят, та история, что банки, у них упадет маржинальность и кредитов не будут брать, да они и не будут выдавать никаких кредитов. Им эти кредиты выдавать не нужно. Они могут работать в облигациях с высоким кредитным качеством. И на горизонте в три года, по сути, те деньги, которые будут размещены у них на банковских депозитах, ну, до 50-70 процентов от этих средств, которые будут размещены на депозитах, это будет чистая прибыль банков. Поэтому я здесь смотрю на Сбербанк достаточно позитивно, опять-таки, долгосрочно. И с пониманием того, что все-таки 60 процентов у меня консервативной доли портфеля при общей балансе, да, и если вдруг Сбербанк там как-то критически снизится, у меня будет откуда это непосредственно докупить. Поэтому Сбербанк, да, можно включать в портфель и может удивить в следующие два-три года. Да, он начнет уже удивлять, когда начнется снижение процентной ставки центральным банком. В течение первого квартала, с момента снижения процентной ставки центральным банком, мы посмотрим, каков будет доход у того же самого Сбербанка. Следующая компания – это акция компании «Магнит». Не связана с внешними источниками, внешним контуром, связана с потребительским. Компания «Дискаунтер». Можно добавить то, что компания может выплатить неожиданно высокие дивиденды. Это может явиться хорошим драйвером для роста компании. Здесь и позиция дивидендной доходности, и потребительский сектор с отнесением инфляционных издержек на потребителя. Я думаю, «Магнит» прекрасно с этим справится. Ну и последняя акция, которую говорил. Многие меня за нее пинают. Ее не так просто купить. У нее есть риск того, что она все-таки не находится в дружественной юрисдикции. Это акция компании «РосАгро». Опять же, компания отлично отчитывалась в 2023 году. Компания, когда была неблагоприятная конъюнктура, не продавала свою продукцию, оставляла ее на складах, чем она успешно воспользовалась во втором, третьем, четвертом квартале 2023 года. Это отразится на прибыли. Не выплачивались дивиденды. Опять-таки, выплата дивидендов за два года может стать хорошим драйвером роста. Тем более, компания должна все-таки перейти в дружественную юрисдикцию, исполняя указ президента России. Вот такие истории я бы рассматривал для включения в портфель. Ребят, опять на ваше усмотрение остается риск профиль. То есть, это не может являться однозначной индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И если вы заметили, я не давал развесовку, чего, сколько, по каким ценам покупать. Я сказал, что бы я и почему рассматривал. И когда вы понимаете причину, зачем вы покупаете и включаете тот или иной актив в свой инвестиционный портфель, доля этих активов, вы все-таки взрослые мальчики и девочки можете разнести, поставить. Я основную разбивку дал. То есть, доля консервативных инструментов для человека в возрасте 40 лет, это где-то 60-70%. У нас считается, что доля консервативных инструментов должна быть столько, сколько вам лет. То есть, если мне 42, то, по идее, у меня в консервативных инструментах должно быть 42. Из-за того, что есть высокие геополитические риски раз, они пока что никуда не ушли. Из-за того, что у нас сейчас временно инструменты денежного рынка дают реально положительную доходность, поэтому у меня получается снос в сторону консервативных инструментов вместо 42% до 60%. Опять же, если вы считаете риски чрезмерно высокими, то вы тоже можете увеличить там на 10-15% к своему возрасту, прибавить долю консервативных инструментов. Если вы смотрите более оптимистично, то, соответственно, можете придерживаться концепции сколько лет столько консервативных инструментов. Опять, у всех ситуация разная. И здесь я не выполняю функцию финансового советника, чтобы давать консультацию. Я выполняю большую роль такого мастера, чтобы стараться объяснить, почему вот это вот именно стоит включить в инвестиционный портфель. Еще раз повторюсь, если вы хотите все-таки снять с себя вопрос ежемесячного принятия решений о том, какую бумагу выбрать, получить ответ на вопрос, зачем покупать, вы можете присоединиться к проекту «Миллион долларов за 8 долларов в день», в котором я для своих пятерых детей создаю для каждого капитал в 1 миллион долларов и ежемесячно инвестирую в небольшие суммы. То есть ежедневно получается по 8 долларов. Если вы с этим соотноситесь, можете сделать себе отличный шикарный подарок, пройти на мастер-класс, узнать, как я это делаю, присоединиться к проекту. Есть возможность присоединиться на год, на два, на три и делать это вместе. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...